Это великолепнейший музыкант, который, в общем-то, единственный при жизни Муляина был музыкальным руководителем песняров. С ним очень много связано, это мой большой друг. Счастья тебе, надежды, процветания, любви, ну и, естественно, творческих успехов. Очень приятно, что мы имеем сегодня возможность поздравить Олега с юбилеем и пожелать ему творческого вдохновения. Пожелать ему больших свершений, потому что у него есть много задумок, пусть все исполнится то, что он придумал. Это великолепный человек, прекрасный музыкант, мелодист, и я думаю, что это одна из жемчужин нашего государства. Ты прав абсолютно, Саша. Мы тобой гордимся, тобой гордится весь белорусский народ, потому что столько красивой музыки, которая наполняет нашу жизнь, очищает. В ней столько мелодизма, столько красоты, столько духовности и столько света и солнечности. Хочу сказать, что он настоящий мужик, потому что в трудное для Владимира Муляина время он не ушел от него, он остался и разделил с ним трудности, прошел через очень много терни и препятствий. И честь ему за это и хвала. Он настоящий мужик. Я, к сожалению, не работал вместе. Он как бы более молодой, а я более старшего поколения песняров. Но, конечно, даже одной его песней молитвы хватило бы, чтобы как бы войти в историю лучших произведений песняровских. У Олега еще много прекрасных песен. Ну, я вельми рад, что Олег Молчин взвернул на мою скромную персону увагу. Мы давно, скажем так, одно за одним, там, сочим. И я, скажем так, по-своему, так, молодейшему взрослому учился за всю эту мелодизму у Олега Молчина. Потому что, ну, есть, как минимум, одна добрая песня, а сегодня еще и другая, которую я спевал. Селезень Птахи и молитва, яке уже, можно сказать, золотый скарб белорусской песенной, ну, белорусской песни. Тому я широ веншую Олега и нас, белорусов, яке маю такого талиновитого и молодого композитора. Дай Бог ему здоровья. Для нас это очень важно. И мы надеемся, что мы с Олегом после более чем 30-летней дружбы еще напишем совместно, сделаем несколько проектов, несколько новых песен. Хотим пожелать ему, чтобы его музыка звучала, ну, как любому композитору творческих, конечно, успехов. Я счастлива, что жизнь подарила мне Олега Молчина не только в творчестве, но и в личной жизни. Дело в том, что ведь он уже легенда на самом деле. То есть его работа в песнярах, то, что он работал с Мулявиным и дружил. С другой стороны, он уникален тем, что у него есть настоящее. Он как человек гениальный, имеет право иметь, наверное, сложный характер, массу каких-то недостатков. Но я не могу ничего такого сказать о нем, потому что это совершенно приятный в общении человек, очень деловой, очень обязательный. С ним очень приятно иметь дело. Я просто каждый день буквально вижу историю, когда люди, общаясь с ним, не только вот в жизни, но особенно в творчестве, уходят от него одухотворенные, окрыленные, счастливые. Потому что, когда он делится своим талантом, когда он делает для какого-то артиста песню, люди просто счастливы. Думаю, что Олег Молчин – это явление белорусской музыки. Достаточно назвать его хотя бы песню, которую написал для Владимира Мулявина «Молитва». песня, которая уже стала символом, гимном таким белорусской поэзии и музыки. Дорогой Олег, я от всей души хочу поздравить тебя с юбилеем творческой деятельности, потому что прожить долгую, красивую жизнь в творчестве – это позволено не каждому. Ты – талант, ты – человек, которого поцеловал Бог, и благодаря этому ты можешь творить чудо, ты можешь дарить людям радость, музыку. Многое лето, многое лето, многое лето. С юбилеем!